Самый лучший в мире начальник это я, потому что я работаю на меня. Никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник это я. Всем привет, меня зовут Александр Тюкаев и это программа «Работаю на себя», в которой предприниматели по-честному рассказывают, чего им стоило открыть собственный бизнес. И сегодня мы работаем в новом формате, удаленно. Ну а что может подойти лучше, чем разговор с создательницей онлайн, курсы иностранных языков? Юлия Калмыкова в 2019 году в Краснодаре запустила свой бизнес. Давайте разбираться, сколько она на этом зарабатывает. Ну тогда первый вопрос, учитывая то, что для зрителей расскажу, мы записываем это не с первого раза, потому что были определенные сложности, несколько дублей, и это действительно работа удаленно, съемки удаленно. Это в принципе сложно. Как вам вообще работается удаленно? В принципе прекрасно. Мне все нравится, с карантином ничего не изменилось, режим тоже. То есть у вас все то же самое? Да, абсолютно. А что касается бизнеса как такового, то есть сильно просел или вот наоборот онлайн это помогает? Ну проседание есть везде сейчас, да, в плане финансовом, потому что прежде всего закрыли границы и нельзя выезжать в другие страны, а психология русского человека так устроена, что если никуда не нужно путешествовать, зачем учить язык, да? Поэтому те, кто все-таки хочет развиваться и понимает, что после карантина с самолета начнут таки летать, мы будем так же продолжать путешествовать, мы же выйдем с новыми знаниями, то как раз это время сейчас используют для изучения иностранных языков. За разряда используйте с пользой, я понял. Ну тогда расскажите, как вы вообще стали бизнес-вумен, как вы пришли к работе на себя? Ну я проработала в найме очень долго в разных сферах, это была и авиа, и строительная, и авто, сфера и туристическая, и работа с психологическими тренингами, и я поняла, что нужно развивать все-таки свои таланты, прошла обучение онлайн, да, также в Москве, по построению своей школы, и вот приступила к деятельности в 2019 году. Ну если вы уже целенаправленно даже проходили курсы, как открыть свой бизнес, значит, щелкнула, да? То есть в какой момент, вот когда вот захотелось, захотелось открыть свое? Наверное, окружение делает нас, да, и меняет. И так как мои знакомые и подруги работают давно в этом бизнесе, уже порядка 7 лет у кого-то, он знает, что удаленных работников, кто-то просто блогер, кто-то открывает отдел продаж, то смотря на их успехи и понимают, что можно, в принципе, работать из любой точки мира, да, а это как раз-таки и есть цель, заниматься этими за границей, да, то я поняла, что это для меня мотивация. То есть на райском пляже попивая... ...кактейль... Да, именно так. Ну и видео оттуда будет лучше, наверное, чем с картой просто. Да, ну конечно, людям всегда интересно наблюдать за жизнью, особенно если человек за границей находится, то это заходит, скажем так, лучше. Ну да, получается, это такая визуализация мечты для того, кто еще только учит английский. Да-да-да, как раз-таки материализация, желание стоит. Хорошо, для запуска, опять же, прошли обучение, что-то, не знаю, докупили или как, сколько оно потребовало денег, на что потратили? Ну смотрите, если человек профессионал в своем деле, то он может начинать с нуля, да, я так и заменила себе несколько должностей, это и менеджер, это и арбитолог, и маркетолог. А конкретно у вас, то есть 100 тысяч, это собственный или как? Собственный займ. Займ или кредит? Кредит. Сколько? Ну порядка 50. А не страшно было брать кредит? Я так понимаю, как физлицо все равно брали, да? Да, страшно, конечно, но это такая, скажем так, от противного негативная мотивация, да, которая заставляет каждый день двигаться и все равно зарабатывать. Наравне, наверное, с мыслью о том, что все равно в найме хуже, чем быть бизнесменом и хозяином в самом себе. Ну как хуже? Здесь нет таких понятий, да, здесь есть понятие, что не легче, да, то есть как бы работать на себя так же не легко, потому что нужно, ну прям 24 на 7, первые 3 месяца, это 100% работать полностью отдавая с делу. И это уже мотивация интересна, да, чтобы человек читал это все. Как отреагировали родные, близкие, когда вот вы сказали, все, я теперь бизнесвумен удаленно? Посмотрите, для них это несерьезно, да, все эти новые технологии, они у меня такой старой закалки, и все-таки если ты не ходишь на завод или в организацию, то для них это несерьезно. Но так как сейчас вот время карантина, и в принципе приходится и детей, да, приводит на дистанционное обучение, и преподаватели новые технологии осваивают, как свои знания перевести в онлайне, кстати, помогают, да, таким людям тоже сейчас советом, то начинают немножечко понимать. То есть теперь они больше считают это бизнесом, правильно? Ну так как они сами столкнулись с этим, да, и допустим попали в проседание с арендой, с налогами и так далее, то они понимают, что сейчас и инстаграм, в принципе, да, рулевой рекламы, и там нужно все покупать. И пытаются перейти в онлайн, чем я им тоже помогаю. Минуточка приходит, да, понимание, что за этим будущее, скорее всего. За этот год в бизнесе были ошибки, за которые обидно, или на которых потеряны деньги? Да, человек не робот, да, и нельзя все функции выполнять самостоятельно, к сожалению, приходится нанимать, да, персонал, и с этим возникают конечно трудности, тем более сейчас огромный рынок, да, таргетологов, всяческих онлайн-курсов, всяких профессионалов, которые предлагают свои услуги, но без какой-либо гарантии, гарантии качества, или то, что действительно придут подписчики или клиенты. И да, был такой опыт, что без договора приглашала таргетолога, упала в минус, теперь понимаем, что либо нужно самостоятельно обучаться всему, либо только через договор работы, только с гарантией. Сколько этот урок стоил? Этот урок стоил около 23 тысячи. Были ли моменты, когда хотелось, не знаю, все бросить, закрыться, уйти в найм? Да, конечно, такие моменты были. Я уехала из своего родного города давно, и когда возвращаюсь к своим родственникам, то они не понимают до сих пор этого бизнеса, и говорят, что нужно опять же возвращаться там, в завод или в какую-то организацию, это немножко подкашивать. Ну, когда возвращаюсь в свое окружение обратно, дальше действую и развиваюсь в этом направлении. Мы все прекрасно понимаем, что сегодня предприниматели МСП сталкиваются со сложностями, в связи с тем, что необходимо для того, чтобы сдержать распространение этой инфекции. Сегодня предпринимателям мы готовы помочь, и фонд микрофинансирования реализует основную, наверное, такую миссию. Мы сегодня совместно с фондом, они непосредственно являются координатором, исполнителем программы, мы консультируем активно предпринимателей, запущены два работающих антикризисных займа. Это займ под 1% и под 0,1%. То есть фактически это такие беспрецедентные процентные ставки, и предпринимателям очень удобно, и они очень быстро могут привлечь финансирование. То есть если мы говорим по займу 0,1%, то предприниматель может за один день до 150 тысяч без обеспечения привлечь и рассчитаться, как со своими контрагентами, с арендодателем, заплатить заработную плату своим сотрудникам. То есть есть займы на большие суммы, где предприниматель может не минимальную оплату труда возместить своему персоналу, а может по штатке за 6 месяцев обеспечить и сохранить тем самым персонал. То есть это наиболее две действенные меры, те меры, которые действительно сегодня необходимы бизнесу, потому что и люди, я имею в виду наемный персонал, находятся в таком сложном положении, вынуждены находиться дома, и, соответственно, не имеют дохода для существования. И работодатель понимает, что он в этой ситуации не может так просто оставить или уволить сотрудника. Естественно, все пройдет, начнется, как бы все стабилизируется, и он должен всю компанию вовремя эффективно запустить в тех условиях, к которым мы придем после всего этого. Мы сейчас везде говорим об одном номере. Это номер фонда развития бизнеса 8 861 992 0368. Это телефон, который достаточно запомнить предпринимателю, он может прозвонить, и сотрудники проконсультируют как по фонду микрофинансирования, так и по всем возможным, по отсрочкам, по кредитным каникулам, как этот механизм реализовывается, как это все действительно функционирует. То есть это не нужно распыляться, не нужно дополнительно где-то что-то искать. Если специалисты поймут, что это не их поле компетенции, значит, они передадут в Оперштаб, который дальше уже обязательно проконсультирует и сопроводит решение вопроса предпринимателю. Кстати, вот вы говорили по поводу онлайн-курсов, то, что прошли их перед запуском бизнеса. А вот поделитесь, то есть, что нужно было, чему научили, что нужно для запуска своего дела? Ну, помимо всяких технических моментов, программного обеспечения и подборки полностью себе всего процесса, воронок, продаж и так далее, первое, что мы научили, что нужно записывать и делать продукты курс, исходя из спроса, да, то есть понять, что людям нужно сейчас на данный момент, и от этого сформировать свой продукт, а не так, как некоторые ошибаются, у нас в потоке было около 100 человек, да, и сначала запускали свой продукт, почему не получалось раньше, записывали, вкладывали, а потом он оказался никому не нужен. И я, кстати, на потоке заняла второе место по результатам. Ну, а в итоге вы тоже говорите, что заблуждались, то есть сначала у вас, я так понимаю, другая целевая аудитория была или что? Да, представляете, я так как язык знаю отлично, мне казалось, что нужно записывать какой-то advanced или professional курс для людей, чтобы они говорили уже на высоком уровне. А когда прошла по клубам предпринимателей, пообщалась с людьми, да, спросила, что им нужно, и с какого уровня они хотели бы начинать, то все сказали о том, что с нуля, представляете, мы не знаем ничего, ни одного слова, поэтому записываю прям в beginner, прям сначала, потому что без практики очень быстро язык пропадает, и нужно хотя бы ориентироваться в стране, достигать своих целей, что-то покушать, куда-то поехать, да, и вот для этого как раз таки идти всталкивать. И сейчас у вас на цели на кого? То есть кто целевая аудитория? Целевая аудитория – это взрослые люди от 24 до 45 лет, которые имеют в своих интересах постоянные путешествия, либо реализуют свой бизнес, выводят в международный уровень, то есть тот, кто осознанно приходит к обучению иностранного языка. Получается, за этот год на какой доход вы вышли? Сколько вы сейчас зарабатываете? Ну, не сейчас, вернее, да, до карантинного эпохи? Ну, смотрите, это непостоянная величина, да, она постоянно меняется, и сейчас еще в процессе возврата средств нахожусь, поэтому определенной суммы нет. Ну, хотя бы понимание, то есть это сколько? 10, 50, не знаю, 100, больше? До 100. До 100 тысяч. То есть, в принципе, сравнимо просто с работой найми. Да, чтобы уйти с найма, это стоило того, конечно. А сейчас, вот если брать уже март-апрель, есть понимание, то есть, не знаю, есть доход, нету дохода, потому что многие предприниматели говорят о том, что либо существенно просело, либо вообще с доходом непонятно. Как у вас? Ну, смотрите, если правильно мотивировать клиента, да, это постоянно напоминать о себе, то, в принципе, можно найти клиента. Всегда главное сидеть на месте, да, и не думать о том, что сейчас карантин, и никто не готов платить. Нет, есть люди, которые будут развиваться и понимают, что, в принципе, их даже ждет путешествие в дальнейшем и готовы обучаться. И тогда последний вопрос. Что дальше? Какие перспективы? Планы развивать свою продуктовую линейку, записывать новые онлайн-курсы, марафоны, какие-то новые программы интересные, основанные на игровом методе, выходить на международный уровень и, конечно, корпоративное обучение двигаться на этом жуковом месте. Но вы сами все слышали, верьте в себя, открывайте свой бизнес, не сдавайтесь, даже когда сложно. Удачи!